Село Гранитное, Донецкая область. Здесь по небольшой реке проходит линия разграничения. По пешеходному мосту местные жители переходят с подконтрольной территории Украины на сторону так называемой ДНР. Тут и решила договориться с военными о контрабандной переправке жительница Луганской области Наталья. Речь шла о двух тоннах продуктов питания. Приехала женщина на блокпост к бойцу. Боец спросил, везете контрабанду, наркотики, патроны, гранаты. Женщина мило улыбнулась, говорит, давайте пойдем на конфликт с вами, пообщаемся по одной теме. Отвела его в сторону, предложила заработать немалые деньги. Уже в этом профи. Они возили товар, не хочу называть через какой пропускной пункт. О предложении заработать боец сразу же доложил своему командиру, тот в СБУ и фискальную службу. Вместе разработали спецоперацию. Сначала планировалось задержать группу на дороге, ведущую к месту переправки товара. Однако контрабандисты подстраховались. Нашли местного жителя-проводника, который помог им обойти украинские блокпосты. Встреча должна была состояться на этом месте. Контрабандный товар должны были подогнать к реке, а люди с той стороны перегрузить его вручную. Но не вышло. В момент выгрузки товара контрабандистов задержали. Их группа была из 13 человек, а наша группа была 6 человек. Оттуда был огонь группы поддержки сепаратистов. Дали огонь в ответ. Забрали людей, отвели машины с той стороны в безопасное место. Во время перестрелки пострадал один из бойцов. Пули ему повредила челюсть. По факту перевоза контрабанды возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все подробности инцидента, а также проверяются информации о перевозке товара этой группы по всей линии разграничения. Данный случай не единичный. О том, что на Донбассе процветает нелегальный бизнес, ранее заявляли участники мобильной группы, которые занимаются выявлением контрабандистов. По информации одного из таких волонтеров, Романа Доника, участвуют в этом как боевики, так и украинские военные. А прикрывают их высокопоставленные чины. Ольга Калинченко, Илья Нихнов. Настоящее время. Донецкая область.